Всем добрый день, уважаемые друзья Что можно сказать о ситуации на курском направлении? Вопрос номер один Для всех тех, кто разгоняет панику Я вижу, что там кто-то начинает кричать, материться, ругаться Кто там, почему допустил вот это все Ай-яй-яй, ой-ой-ой Что за безобразие Знаете, реально, по ситуации давайте вам объясню То, что я думаю, скажу Вопрос номер один Мне кажется, что у этого события есть хозяин У него есть фамилия, имя, отчество Я так думаю, что верховный главнокомандующий примет соответствующее решение И, наверное, не нам с вами и судить об этом, и разгонять вот эти все разговоры Это раз Второе Самое легкое – это кричать, почему что-то произошло не так Еще проще Просто пойти, взять оружие в руки и защищать свое отечество Вместо этого ходить, разговаривать о том, кто неправильно что-то сделал Конечно, это намного проще, удобнее и безопаснее Это второе Ну и третье, что я хочу сказать Друзья, реально никакого необратимого процесса нету Ничего сверхъестественного, опять же повторяюсь, не произошло Я уже третий раз, в 22-м году об этом же говорил, в 23-м об этом же говорил И сейчас, в 24-й год, друзья, вы, наверное, знаете, что я вас ни разу не обманул Да, опять повторяюсь, ребята погибли, есть такое дело Значит, населенные пункты, несколько населенных пунктов Противник туда зашел, хотя в то же самое время Сказать, что там какие-то большие силы И что вот противник взял эти населенные пункты И они жестко, как говорится, готовятся или готовы к какому-то отпору нашим силам, средствам Такого вопроса нету То есть противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял Потому что там, в принципе, в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких ни сил, ни средств, ни ресурсов Была одна линия обороны, эта граница Значит, и противник, получается, вот вначале прошел между нашими опорными пунктами российскими Потому что дистанции были просто огромные Это раз Потом уже вышел, получается, технику выгнал и уже напрямую, получается, зашел на территорию Уже таким рывком хорошо углубился внутрь нашей территории То есть, ну, это 10 километров на вчерашний день мы считали Значит, что я хочу сказать, друзья Это, опять повторяюсь Да, это плохо, это уже произошло Но сейчас плакаться Орать Метаться из стороны в сторону Говорить, ой, как все плохо Ну, это делать будет только человек, у которого нет внутреннего стерфля Давайте прямо говорить Я себе этого позволить не могу Не из-за того, что мне хочется, там, типа, Апти не говорит правду Нет, Апти правду говорит Ситуация тяжелая Но она не критическая То есть, тяжела она тем, что противник находится на нашей территории Вот вся суть, друзья Мы привычные воевать с противником Выбивать его, уничтожать Я вам опять повторюсь Вот буквально недавно Если вы посмотрите мои интервью месяца два назад Где-то И вы там увидите То есть, в принципе, должно было произойти какое-то действие Либо с нашей стороны, либо со стороны противника Которое бы нам помогло конкретно поставить точку в этом СВО Вот как раз противник и сделал это действие То есть, он собрал все свои ресурсы и забросил их для проведения этой акции Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже ему нечего будет напротив поставить А фронт уже посыпался на Донецком направлении Фронт посыпался Это уже, как говорится, для них ситуация бесповоротная И то, что здесь происходит Не решит никаким образом их проблемы То есть, их проигрыша в войне не решит это Поэтому, друзья, я еще раз вас всех прошу Набраться терпения Что вы можете сделать? Тот, кто должен пойти, он должен пойти взять в руки оружие и воевать Защищая свое отечество То есть, это те люди, которые сегодня являются официально военнослужащими Если кто-то хочет тоже сделать то же самое Пожалуйста, он тоже может пойти подписать контракт и защищать свое отечество Всем же остальным, пожалуйста, не надо разгонять вот эти все ахи-охи Что вот все, война проиграна И прям вот такая трагическая ситуация, что больше противника не смогут остановить Противника смогут остановить Противника смогут уничтожить И в этом СВО мы однозначно уже гарантированно победим Это вопрос в ближайших нескольких месяцах То есть, до конца этого года это все Эта ситуация будет закрыта Да, есть некоторые упущения Некоторых руководителей Да, есть некоторые ошибки В то же самое время Это все за собой Не влечет каких-то необратимых процессов Вот и все Всем тем, кто сидит Болеет за наших ребят Могу сказать Молитесь Молитесь Как умеете Как можете Спасибо вам всем За ту поддержку, которую вы нам оказываете За то тепло, которое от вас исходит За те теплые слова В нашу поддержку Это мы все чувствуем Слышим Спасибо вам Победа она будет однозначно за нами Это даже не надо подвергать сомнению Потому что Бог любит нас Бог любит Россию Мы любим Бога У нас все взаимно Так что такие дела Ахмат Силы Россия мощь Бог любит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok